Если ты все-таки организовал ИГИЛ, то тогда вряд ли это как-то повлияет на российскую политику на Востоке, потому что с Ираном и Сирией Россия уже повязана так, что развязаться никак не может. Вряд ли у России есть ресурсы для того, чтобы опять же какие-то войска вводить в какую-то восточную страну. У нас даже в России не хватает военных сейчас даже на поле боя непосредственно в Украине, то есть никаких ресурсов для каких-то конфликтов еще нет. То есть в таком случае не изменится более или менее ничего, ну кроме разве что общественного мнения, которое очередной раз обнаружило, что человек, который пришел в 2000 году как такой главный ФСБшник, который сейчас всех террористов в сортире замочит, и вот 25 лет спустя оказывается, что террористы по-прежнему в Москве орудуют как хотят и никто не может им противостоять. Я думаю, что, конечно, в этом смысле его рейтинг Путина как гаранта стабильности упадет еще ниже.